Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ангелина Татишвили и Виталий Малышев проявляют друг другу симпатию. По словам Ангелины, искра между ними пробежала еще на кастинге, где ребята и познакомились. Зрители считают, что Виталий просто не знает еще о бурном прошлом Ангелины и у этой пары нет никакого будущего. Мария Кахно решила посоветоваться с подписчиками, кто из парней на проекте ей подходит. Кахно также задумалась о пластике, но что она хочет в себе изменить, девушка пока не говорит. Маша поссорилась с Лилией Читрару из-за того, что там вмешалась в ее конфликт с Юлией Ефременковой. На месте Лилии я бы занималась отношениями с Сережей Захарьяшем, так как у них есть проблемы, и не лезла в наши ссоры, пишет Кахно. Майя Донцова и Алексей Купин все-таки засилились, как Майя не сопротивлялась. Ребята устроили веселую вечеринку в честь этого. Саше Черно показали компромат на Иосифа Аганесяна. Когда девушки показали кадры, на которых для Аганесяна танцует Кристина Ослина, а другие участницы проекта наблюдают за этим со стороны и ждут своей очереди, Черно расплакалась. Сейшельские подруги успокоили ее, сказали, что это обычная провокация и Иосиф ни в чем не виноват. Ване Барзикову ведущие лично предложили вернуться на проект, но на особых условиях. Он может попробовать свои силы в новом конкурсе «Свадебный марафон», но не в паре с Лизой Полыгаловой, а в новых отношениях с Мариной Африкантовой. Пока неизвестна реакция Вани на это предложение. Сейчас он наслаждается обществом Лизы и публикует совместные снимки. Кристина Ослина уверяет своих подписчиков, что она строится периметром отношения с Андреем Черкасовым. У девушки далеко идущие планы, вплоть до замужества. «Моя дорога ведет к Андрею», пишет она. «Я обрела свою вторую половинку». Поклонники нашли фотографию того самого Денчика, который снимает для Инстаграм юмористические ролики о ведущих Дома-2, предпочитая при этом оставаться за кадром. Его видео про Ольгу Бузову и Ксению Бородину стали очень популярными. Это Денис Куренков, бывший рядовой оператор Дома-2, а сейчас один из продюсеров шоу «Перезагрузка». Элла и Игорь Трегубенко поспорили, кто лучше водит автомобиль, мужчины или женщины. Элла уверена, что женщины водят лучше и аккуратнее. «Будьте джентльменами везде и со всеми», пишет Трегубенко. «Мы же всегда такие красивые за рулем». Женя Феофилактова пообщалась с поклонниками в прямом эфире Инстаграм. Она ответила на их вопросы. Антон материально никак не помогает сыну. Женя сама полностью содержит ребенка, он ни в чем не нуждается. Но Антон не отказывает себе ни в чем, сейчас он прекрасно отдыхает в Греции. Также Женя в очередной раз подтвердила информацию о том, что Антон погуливал, будучи еще в отношениях с ней. Как вы помните, Егор Халявин подписал контракт, он хочет стать первым кеном России и твердо идет к намеченной цели. Егор опубликовал очередную фотографию, на которой парень выглядит как восковая кукла и производит устрашающее впечатление. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.